Юсуф, а вот прямо интересно, пока вы записывали интервью, отменился один очень важный бой. Знаешь ли ты какой уже? Нет. Ну, Мухаммад Исмаилов получил травму и не видит на бой с Анатолием Токовым. Ждал ли ты этого боя и действительно ли ты только сейчас об этом узнал? Да, вот от тебя я узнал, к сожалению. Можно ли сказать, что для тебя там я тоже был один из тех боев, которые ты этой весной очень хотел увидеть, думал, кто выиграет, думал, как он пройдет? Ну, я за поединками Мухаммада интересно бывает наблюдать. Я бы не поставил его на номер один, но это тоже был один из боев, которые я хотел бы посмотреть. Но я никогда не бываю опечален тем, что какой-то поединок сорвался. Но это были причины. Ребята, единственное, что обидно, что Мухаммад травмировался, обязательно наберу его, скорейшую ему выздоровление. А просто интересно, весной вообще очень много будет боев таких, других в России, в США. Вот что для тебя было интереснее всего увидеть из того, что уже так запланировано, например? Я даже так не вспомнил какой-то поединок, чтобы мне интересно было посмотреть. А вообще какие есть альтернативы, из чего выбрать? Ну, в США поединки вот сейчас в Гран-при, это за выход в финал, естественно, это интересные бои. Ну, чтобы прямо вот так выделить что-то, даже не знаю. А вот просто еще интересно, у зрителей есть такая штука, что вроде бы как тяжеловесов все любят. Это считается самой престижной весовой категорией. Но я от некоторых бойцов слышал, что на самом деле в легких весах конкуренция выше и набор технических действий у легковесов больше. А тебе интересно бои тяжей смотреть, в принципе? Ну, в ACA, я считаю, одни из лучших тяжей в мире. Мне вообще вот так взять отдельно взятый поединок, очень редко бывает, что мне интересно посмотреть. Это не значит, что они интересны. Очень много интересных боев, хоть это и с моей стороны прозвучит, может, могут услышать не совсем искренне, так как я являюсь бойцом ACA. Но в ACA почти каждый поединок самый интересный. Но отдельно такой взятый поединок меня никогда не интересовал. Если в тяжа бьются мои ребята, тогда вот мои одноклубники, ребята, которых все знают, вот тогда мне интересно будет узнать результат. А так я не смотрю, потому что переживать я слишком эмоционально в этом плане. Я результат больше смотрю. Не так давно, как я понял, у тебя была поездка, точнее, три по Великобритании. И как тебе в целом поездка, и как тебе Великобритания на фоне Москвы? Ну, наверное, где родился, там и пригодился. Мне удобнее, естественно, здесь, дома. А так, понравилось сильно. Ну, мне больше такие деревни нравятся. Я был там в таких деревнях городского типа, и вот там мне понравилось. Хорошо, интересно попутешествовать. У меня старший брат там живет, родной, давно уже. И вот я к нему летал. И даже не ожидал, что мне визу дадут. Потому что бывали проблемы раньше с другими визами. И интересно. Поездил, еще раз поеду. Я знаю, что там турниры по грэплингу хорошие проходят. На высоком уровне. Хочу там выступить. Привозил что-то оттуда в качестве сувениров, в качестве подарков младшим, может быть, семье? Ну, подарки, да. С нога обратно мне подарки дали. Вот их я и привез. Ты говорил, что поединки не смотришь по ММА. А вот по грэплингу, схватки, насколько они тебе интересны? Например, Асланбек Владаев вот вчера тоже одержал победу без гид. Ну, Асланбек на турнире выступал, но мы с ним на связи были. Мы и позавчера с ним были на связи. И вчера. Вчера он выиграл. С чем я его поздравляю. Позавчера в кимоно очень хорошему спортсмену уступил. Он стал третьим. Ну, если брать такие мировые схватки, я больше клипы смотрю грэплинга. Мне нравится джиу-джитсу, грэплинг. Это такой хороший, достойный вид спорта. И мне вот нравятся турниры ADCC 2014, 2013 года, 2015 года, когда Гольвао, все остальные были. Эти турниры мне нравятся. А так, чтобы я какую-то схватку по грэплингу полностью посмотрел, не был. Клипы смотрел, результаты смотрел, вот, Гордон Райан, который сейчас в топе, вот, их смотрел. А я здесь не грэплингов, ты кого знаешь, таких, ну, именитых, популярных, сильных? Лично ты имен. Ну, вообще, вот, слышал, может быть. Ну, вот, Гордон Райан, я знаю. Я могу некоторых фамилий неправильно назвать, потому что там в основном бразильцы бывают, американцев даже, наверное, практически. А из наших? Мало там. Из наших? Ну, из наших топов я всех знаю. Вообще, ребят. Абдул-Кадыров, ну, он тоже, сейчас, наверное, больше он трейдерской деятельности уделяет время, поэтому не так часто, как раньше выступает, не так победно. Раньше он вообще хороший был. Много грэплеров наших хороших. Я сам тоже. Джарбаев. А, да, да, он тоже хороший. Я его не знал, если честно. У нас с ним общие знакомые есть. Он очень хороший, говорят. Я сейчас был в Дагестане, так немного время провел, думал его тоже встречу, побороться. Потому что о нем и очень хорошо отзываются, как о человеке, о грэплере. И вот нарезки я тоже смотрел. Он сейчас на ИСИ Би-Джиу-Джицу, кажется, боролся. Он там даже не до конца болевые проводил. Хотя брал, отпускал, вот, чтобы не травмировать соперника. Хороший грэплер. А в Дагестане с кем потренировался вот в зале Абдулманапа Магомедова? Ну, я, у меня так травма была. Два месяца я боксировал только в зал, приехал там, с ребятами чуть поработал. Со всеми ребятами я работал. Ислама не было, а остальные ребята все были. И, собственно, боролся когда-нибудь с Асланбеком Адаевым? Да, боролся. Как это выглядело? Асланбек хорошо борется. Ну, и это мой хлеб. Я день и ночь этим занимаюсь. Но я очень сильно уважаю то, что Асланбек и другие мои товарищи, которые занимаются, заняты и занимаются спортом. Я таких уважаю. Особенно то, что делает Асланбек, что выступает на турнирах. Он хорошо борется. Не думал о том, чтобы провести полноценные сборы в школе Абдулманапа? Нет. Я уже говорил, что где бы я, за какой бы титул я не дрался, я бы готовился у себя дома. Я к этому пришел. Я поехал. Я не был никогда в зале Абдулманапа Нурмагомедова. И мне просто интересно было за ним. Потому что это мои все близкие друзья. И мне показалось, что неправильно, что все там были. Меня одного там не было, учитывая, что у меня теплые отношения с ними. Хорошо потренировался. Хорошие тренера. Но это команда, скажем так, Хабиба. И они работают друг на друга. Эти ребята с самого раннего детства вместе. Если приду в зал я, естественно, они будут уделять время мне. Это будет неправильно. Потому что у них своя команда. У них свои цели. Моя команда уделяет время мне. И есть очень хороших бойцов, которые и на мировом уровне себя показали среди моих спарринг-партнеров. Очень хороших, которые молодые. Но я рад, что это мои одноклубники. Когда после спаррингов с ними настолько они хороши. И готовиться надо там, где твоя команда. На подкасте у Асланбека Бадаева ты сообщил, что никогда не принимал запрещенные вещества. А почему он настолько принципиален в этом вопросе? Я бы не сказал, что принципиально. Я просто как такого смысла не видел. Потому что после принятия веществ, таких запрещенных, допинга, вес гонять тяжело будет. Ты можешь затекать, забиваться. И это нужно вообще так научно к этому подходить. Можно, я не сказал бы, что я как-то критиковал тех, кто, может быть, раньше это было, я не помню. Вот в последнем интервью, когда мне задали этот вопрос, я не критиковал тех, кто принимает допинги. Потому что многие мои товарищи тоже это используют. Но я просто в этом как такого смысла не видел. Витамины, капельницы, все это надо делать. Но на данный момент, в моем возрасте, я считаю, что это чревато последствиями. Те, кто принимали допинг, еще не постарели. Это поколение еще не ушло. И мы не знаем, как это скажется. А я вот уже на этот момент обратил внимание. Просто интересно, а те, кто принимает, что выделяют из достоинств, из плюсов приема? Вот про что, например, говорят, сила растет, энергичность растет. Как описывают состояние? Энергичность, говорят, растет, восстановление, говорят, быстрее бывает. Но все-таки я, мне кажется, что подбирая правильно. Ну вот я 10 лет бьюсь, я бьюсь в легком весе. И никогда я не видел, чтобы кто-то был физически лучше меня. Никогда не ощущал я этого. Хорошие бойцы бывали, устойчивые. Ну, удавалось находить к ним ключи, где-то допускаешь ошибки. Но все же, чтобы я зашел в клинику, чтобы я боролся, и мне была какая-то нагрузка физическая, не ощущал я этого. И поэтому я не вижу смысла что-то принимать, если у тебя хорошо получается и так. И в плане восстановления, сон, правильное питание, он тебе дает гораздо лучше восстановиться, чем что-то извне. Есть ли у тебя знакомый, условно, фермер или просто человек на рынке, кто, например, может творог, яйца, мясо привезти? Потому что правильное питание – это же как раз вот это. И вообще, вот в чем выглядит там правильное питание для тебя? Там много всего вообще. И крупы, и много растительности ты должен кушать. И восполнять ты это все должен витаминами. Знаете как, я считал, что если принимать допинг, то ты неполноценный победитель поединка. Вот это меня тоже как-то задевало. Потому что без этого ты не знаешь, мог бы ты победить или нет. Я думаю, что все-таки, когда ты выиграл, ты должен выигрывать своими силами. Говорят, что все используют, значит, надо делать как все. Ну, я не знаю, пока я к этому не пришел. Если вернуться к вопросу, ты продукты в супермаркете покупаешь или есть? Я на базаре, у меня есть знакомые, есть фермеры, есть фермы. Я даже здесь, в Москве, стараюсь где-то полезную продукцию найти. У нас так, нам, когда мы маленькие были, нам мама как в ресторане стол сервировала, если я правильно сказал слово. И у нас еще тогда, вот с того времени, еще с самого раннего детства, именно к питанию, бывало время, что было очень много денег, бывало время, что денег было не так много, но хорошей еды по воле Всевышнего всегда хватало, что дефицит в сегодняшнем мире мы видим в некоторых регионах. Не так давно Федор Емеляненко отвечал на вопрос о диете Дану Вайта, и ты оставил комментарий под видео, лучший ответ. Можешь расшифровать, что имел в виду? Ну, мне понравилось, как он ответил. Потому что Дану Вайта всегда плохо о нем высказывается, и я думаю, это был самый такой хороший ответ для Дану Вайта. Ты говорил, что планируешь вернуться летом, это будет бой в 70 или в 77 килограммах? Ну что, я закончу. Я не считаю, что это прямо глупость, но ответ был хороший. Юсуф, если можно, а что ты думаешь сам по поводу водной диеты? Не хотел бы попробовать. У меня некогда глупостями заниматься. Я боец легкого веса, но если будет предложение в полулегком, в частности Андрей Кошкин, это хороший парень и боец, которого я уважаю, если он выиграет свой поединок с Узаиром, тогда, я думаю, этот поединок тоже имеет возможность состояться. Это будет единичная история или ты в 77 килограмм? Нет, нет, нет. Я не полустерний вес. Это другая антропометрия. Я считаю, что боец, который идет на вес выше, он теряет свою мотивацию. Видел ли это бой с Арнавским, Сулумов? Я нарезки видел. Я бои своих ребят редко вообще смотрю, потому что Мухаммад тоже мой близкий товарищ, и я переживаю. Но я видел нарезку, я видел, как Мухаммад пошатнул его. И это был очень хороший, достойный поединок со стороны Мухаммада, учитывая, какой уровень имеют и как сильно ставили на Сарнавского, и какой Мухаммад бой показал. Он вел поединок, он спокойно переводил его. Саша тоже хороший боец, хороший парень. Такие ребята, учитывая мою позицию, импонируют. Болела за Мухаммада и считаю, что если этот поединок еще раз состоится, Мухаммад будет еще увереннее в себе. И вот сейчас, мне кажется, его карьера пойдет гораздо лучше после такого тяжелого поединка. Ты тоже шел на хорошей серии и проиграл. Что бы посоветовал Мухаммаду? Вот, грубо говоря, когда у тебя ты молодой боец и ловишь первое болезненное поражение? Как лучше восстановиться ментально? Я после первого поражения через два месяца выступил сразу же. Я сторонник сразу же закрывать это. Потому что я дважды проиграл, и дважды я не считал, что я уступил в навыках. Поэтому мне интересно было с этими же навыками выйти опять в октагон через два месяца. Потому что если бы это было полгода, то, считай, я уже набрал в любом случае, хочешь, не хочешь, находясь каждый день в зале, ты учишься чему-то новому. А для меня задача была... Я не говорю, что это правильно, я так делаю. Я в этом вижу успех. Я выходил с этими же навыками, просто приходил в форум, чуть-чуть отдыхал. У тебя в 2019 году сорвался бой с Арнавским. Является ли он соперником, который тебя прям мотивирует? Ну, после этого я дважды тоже просил этот поединок, и он не состоялся по каким-то причинам, я не знаю. Но я дважды просил, один раз он сорвался, дважды он не состоялся. С Арнавским хороший боец. А с хорошими бойцами интересно биться. Если это будет точно, если этот поединок точно состоится, то это будет интересно. Но сейчас, я думаю, что вообще не имеет смысла об этом бою говорить. А когда примешь окончательное решение по части возможной карьеры в боксе? Ну, я и сейчас хотел перейти. Посмотрим. Если я перейду, то я перейду полностью. Потому что я уже не буду уделять время борьбе, а так как я долгое время занимался борьбой, и в боях я часто использую борьбу. Но я считаю, если ты за что-то берешься, ты должен на 100% делать именно это. Потому что один день боксировать, второй день бороться, у тебя затекают плечи, и для бокса это очень плохо. На подкасте у Слумбека Бадаева ты предположил, что Майорбек Кассиев не примет в Артаняна обратно в ИСЕЙ. А почему так думаешь? Я не помню, честно сказать, что я так сказал, что он его не примет. Я сказал, не знаю. Я как-то обширно на этот вопрос ответил, даже сам забыл. Я не знаю, примет, нет. Я не услышал высказывания Майорбека в адрес Эдика, но я знаю, что тот же гонорар ему не предложат. Это Слумбек сказал. Ты бы сам хотел, чтобы Артанян вернул свой СЕЙ? Ну, знаете, я считаю, что я вел тот поединок и начал, сглупил, начал играться, и рассечением из-за этого поединка остановили. Мне интересно. Естественно, я в тот поединок уступил, и мне интересно выступить еще раз. Но сейчас вообще смысла нет о нем говорить, потому что он не в лиге, пока он не собирается сюда. Не знаю, может быть, если он и не вернется сюда, я буду в боксе. Может, будет интересно им сделать этот поединок там. Если говорить про СЕЙ, какие опции для тебя доступны, помимо Кошкина? Я не знаю. Вот пока предложений не было никаких. Асламбек сегодня должен прилететь, и мы встретимся, поговорим. Они сделают свое предложение. У тебя в голове нет конкретных имен? Нет. Тоже Атем Резников. Почему не провести реванш? Ну, я думаю, что ему этот бой не нужен сейчас. После двух поражений опять драться с топом. Я не знаю точно. Если он захочет, то, конечно, я всегда буду рад. Я тот поединок выиграл, провел его плохо, были на то свои причины. После он выиграл хорошие бои, проиграл в поединках. Если лига захочет, то я всегда за. А так, я думаю, ему нужно реабилитироваться. Но если лига и его сторона не против, то я на июнь как раз, я кажется, что он выставлял пост, где-то АСС выставляли, что на июнь он готов. Вот ты, по-моему, последний вопрос, ну, не по-моему, а всегда говорил, что ММА не занимает никакого места в твоем сердце. А что, помимо боев и спорта, тебе доставляет удовольствие? Мне доставляет удовольствие, если я искренне, наедине, придерживаюсь закона Всевышнего. Вот это мне доставляет удовольствие, потому что это для меня тяжело, вообще делать хорошее тяжело, потому что всегда рядом легко и желанно делать запретное в сегодняшнем мире. И вот мое желание, вот каждое утро я просыпаюсь с целью, что сегодня, надеюсь, я исправлюсь лучшую сторону именно в религиозном направлении. Вот это мое желание, вот этим я каждый день занимаюсь, а спорт – это так, тоже хобби, я люблю спорт, он меня отвлекает от каких-то других моих проектов, проблем, скажем так, связанных с этими проектами. Всю жизнь я тренировался, сколько я помню. В моей жизни полноценно, есть только религия, и, конечно, конечно, я очень слаб в этом, и вот мое желание, я прошу Всевышнего, чтобы он укрепил меня на своей религии. И вот почему я говорю, что медиа, все это я не люблю, потому что это занимает слишком много ненужного времени, учитывая то, что я говорю, что я хочу исправиться. Но мне задавали недавно вопрос, устал ли я, что со мной люди фотографируются. Я ответил, что отвечу полноценно на этот вопрос, только когда люди не будут со мной фотографироваться. Сегодня, да, я могу сказать, что я устал, люди подходят. Я, конечно, не такая большая звезда, чтобы я на улицу не мог выйти. Но определенно подходят. И вот сейчас говорить так, проявляя ложную скромность, что мне это не нравится, мне кажется, это ложная скромность, потому что, да, сегодня мне, может, это немного меня напрягает, но я отдаю дань уважения своим болельщикам. А отвечу, нравится или нет, только когда завершу карьеру и все обо мне забудут. А профессию какую бы выбрал, если бы не бои? Профессии? Да. Связь с общественностью. Юсуп, еще один вопрос. Говоря о запрещенных веществах, какой совет может дать молодежи в плане того, чтобы на их жизненном пути не попался алкоголь, наркотики, курева, вот все вот это? Ну, все это приходит, когда ты в пустую время тратишь. Нужно всегда чем-то себя занимать. Всегда есть куда развиваться. В религиозном направлении, в научном направлении. Посидеть, книгу почитать, чтобы вот эта книга, она тебе дает, развивает твои мысли, и развитие мыслей дает тебе непосредственно связь с людьми, а это тебе дает доход, что немаловажно в сегодняшнем мире. Это одно из того, что мы каждый день делаем, к чему мы стремимся, как бы это плохо сегодня не звучало. И вот поделись, пожалуйста, своим опытом, как в твоей жизни не появилось это? Ну, меня родители контролировали, вот именно вот они поспособствовали. Мои заслуги в этом нету. И вот сейчас я борюсь над тем, чтобы зря время не терять. Пока плохо получается, но боремся. Юсуф, я не смогу привести конкретную цитату, но ты говорил что-то вроде того, что, точнее, ты привел пример своего товарища, который не надевает футболки, и это вызывает у тебя там большое уважение. К сожалению, я сегодня в футболке. Я тоже всегда в футболке. Ты тоже всегда в футболке. А что имелось в виду тогда? Это имелось в виду, что это чеченский менталитет, это не совсем вот так. Понятно будет большой публике, просто мой дедушка никогда не надевал футболку. Вот у нас сейчас-то это традиции все осталось, алхамдуллах, потому что молодежь хорошая, но вот этот момент искоренился, потому что вот нас дедушка даже, когда мы в мечеть шли, даже мы маленькие были, заставлял длинные рукава надевать. Это к религии как-то не с религиозной точки зрения, но и в плане религии у нас всегда вот так пророк Мухаммад, салла али вассалам, отталкивался от хадисов, что не было, что кто-то видел его часть тела. Вот он всегда длинные вещи вот так. Просто мне нравится, я уважаю этот момент. Я не говорю, что это так должно быть. Я сам этого не делаю, но это тоже один из моментов, которым я стремлюсь. Я не скажу, что полностью владею над собой, над тем, чтобы как-то не поддаваться каким-то моментам вот этим жизненным интересам, которые хорошо было бы не тяготеть к ним. Но вот это момент, которым я стремлюсь. Более сдержанным быть во всем, более строгим быть самому себе. Вот по мнению Армана, лучший город для жизни – это Москва. Ты сейчас в ней проживаешь, насколько мне известно, на постоянной основе. А для тебя какой город считается лучшим для жизни? Потому что ты в разных частях страны бываешь, и за границей, и так далее. Лучшее место для жизни – это мое село Гехачу, которое в Чеченской республике находится. Вот это лучшее место для меня. Ну, я не беру, к примеру, Мекку и Медину, а вот лучшее и самое приятное, и самое теплое место для меня – это село Гехачу. Немного хочется разить тему, связанную с диетой. Тебе, очевидно, ну, Федору не обязательно придерживаться, а тебе приходится, потому что тебе надо и гонять вес, и так далее. А какую диету ты придерживаешься? Ну, я сладкое редко кушаю, я не особо тяготею к сладкому. Учитывая все это, я у меня под 90 вес на данный момент тоже. И, ну, во время подготовки уже более строго к этому относишься, за пять недель, за три недели, за неделю вот так потихоньку сбавляешь. Ну, уже такая наработанная система, то, чему я научился, там, тут спрашиваю, в течение 10 лет, что, что я применял к себе. И вот так, чтобы советовать, я считаю, что каждый организм индивидуален. Я, когда ребята задаются вопросом, говорю им, что делаю я, но я не советую им делать так же. Я советую попробовать, что-то для себя вывести. А так система стандартная, сладкое, мучное не кушаешь, в последние дни уже соль убираешь. Вот ты в молодости, как я понял, следил за такими спортсменами, как Буайсар Сайтиев, Беслан Исаев, если не ошибаюсь, и они, как я понял, оказали на тебя большое влияние. А как насчет Федора Емельяник? Например, он оказал огромное влияние на большое количество людей, в том числе на меня, тоже рост на его боях и так далее. Ну, все росли на боях Федора. Я даже сейчас, иногда бывают его поединки, прайда включаю, такие хорошие у него бои всегда были. Ну, все его знают, это же даже многие чемпионы UFC признают его как лучшего в истории. То есть в свое время ты следил за ним? Да, да, конечно. Следил. Спасибо, Исоф. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok